И это было требование Целиона, закрытие всех АЭС, сворачивание атомной программы. Наша цивилизация, наше общество становится все более энергиемким и потребуется просто колотальное количество энергии. В Беларуси была, есть и развивается своя ядерная атомная школа, инженерная, научная. И самое интересное то, что ряд стран, например, Прибалтики, в том числе Эстония, например, активно планирует строительство новых атомных мощностей. Государство должно стать главным заказчиком, главным идеологом развития атомной энергетики, потому что эта страна затрагивает практически все процессы, включая и оборот. Эти реакторы будут способны дожигать, так называемые, очень вредные минорные актиниды, чтобы мы, в принципе, перестали мучить планету, что-то в ней копаться, извлекать, перевозить. Павел Александрович, рад приветствовать вас. Приветствую вас, Юрий. Павел Александрович, тема нашей сегодняшней программы «Атомная энергетика». И не случайно мы обратились к вам, как эксперту в этой области, как к главному редактору научно-делового портала «Атомная энергетика 2.0». Ну, потому как тема такая. Вот почему-то, когда мы говорим об угольной энергетике, либо там о гидроэнергетике, ну, это, наверное, более понятные для всех для нас вещи. Ну, мы из школьного курса физики можем понять, как происходит оттуда энергия, да. А вот когда говорят об атомной энергетике, очень много непонятного, и в связи с этим, ну, у людей мы так устроены, когда что-то человек не понимает, начинает додумывать, начинает придумывать, и появляется вокруг этой темы всегда разнообразное количество зачастую надуманных, придуманных, а где-то имеющих действительно основания. Даже болезни появляются под названием фобии. Да, разные истории, в том числе и фобии, то бишь боязни. Вот давайте попробуем без вот этого налета поговорить на эту тему, оперируя фактами. Ну, начнем, наверное, с такого общего вопроса. Вообще, каково положение дел в атомной энергетике, в мире, наверное, в целом, ну, и в наших государствах, в России, в Беларуси? Если брать такую вообще известную цифру, то доля атомной энергетики в мировом объеме производства колеблется где-то там, провиндя 10%, там 11, 9, кто-то считает, по-разному. И эта доля, в общем-то, сформировалась достаточно давно, и она такая устойчивая. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что она будет расти? Конечно, есть, но есть много предпосылок сложных. Почему будут проблемы трудности с этим? Сейчас 10% действительно доля атомной генерации, преимущественно на данный момент, это в странах развитых. Это Европа, США, Россия, Южная Корея, Япония, Китай. Но в то же время сейчас основное строительство, основной рост кадровой программы в первую очередь развиваются в Азии, на Ближнем Востоке и, естественно, в России. Южная Корея также продолжает активно свою программу. Ну и, конечно, Европа старается не отставать, хотя там с точки зрения законодательства и требований регулятора, последние законы о зеленой энергетике, о зеленых инвестициях, они ввели ряд очень сложных требований, касающихся именно безопасности. То есть они хотят видеть все будущие реакторы уже практически третьего плюс четвертого поколения с концепцией захоронения отходов, с ловушками расплавов. И вот неизвестно, сможет ли европейская атомная отрасль соответствовать этим требованиям. США также недавно ввели в строй второй энергоблок, последний за, не второй, за 30 лет. Но у них проблемы во много финансовые, что сложная конкуренция с газовой индустрией. Они модернизируют свои около 100 энергоблоков, но какого-то такого бурного, обширного массового строительства, как это сейчас происходит в России, в Китае, в Индии, на Ближнем Востоке, в наших дружеских странах пока такого не происходит. Но они делают ставку на инновационные, не эволюционные, а инновационные реакторы четвертого поколения. Много грантов, много частного бизнеса. Но во что это все сложится, пока тоже сложно сказать. А насколько велико, если уже говорить о Европе, и Штатах, раз так затронули, насколько велико влияние на перспективы развития атомной энергетики в этих регионах, именно политическая конъюнктура. Ведь мы помним еще не так давно, как очень сильны были позиции зеленых в той же Европе. Я беру сейчас весь Европейский Союз. Но коснулось почему-то это как раз-таки тех самых развитых стран, той же Германии, которая начала в угоду, ну, как мне кажется, в угоду каким-то политическим выгодам, сиюминутным в том числе, развернула целую программу по закрытию атомных станций своих, которые, по мнению специалистов, могли бы еще работать и работать и переносить, в общем-то, пользу экономике Германии. Я же спекусь не о пользе экономики Германии, а пытаюсь понять логику их действий. Да, и безусловно, я как более независимый журналист могу добавить слово популизм, то, когда в Германии Ангел Меркель заключил соглашение с зелеными, чтобы остаться в правящей коалиции, ее сохранить и ее удержать. И это было требование зеленых закрытия всех АЭС, сворачивание атомной программы. Но, тем не менее, роски науки промышленности в Германии все-таки пытаются пробиться. Недавно они сделали объявление, что к 35-му или 40-му году они хотят построить первую термоядерную электростанцию. Но, конечно, пока это только заявление, как сложится наука, как сложатся кадры, промышленность, инвестиции, законодательство. Это все покажет время. Но, тем не менее, все-таки они пытаются сохранить свои компетенции, потому что у них они были достаточно большие. То есть и европейские атомные станции, Сименс концерн, он, кстати, участвовал в строительстве на Финской АЭС, а они в Иране тоже строили станцию, которую теперь Россия где-то строила, Бушер в Аргентине, в Бразилии строили. И у них были очень большие перспективы, и у них было высокое качество. До сих пор системы автоматики, контроля, приборостроения у них пользуются большим авторитетом того же Сименца. Но политическая составляющая, отсутствие политической воли к реализации сложных, технологических, наукоемких проектов перед обществом, вот их политикам, пока это слово сложно дается, конечно, удобно пообещать легкую, быструю, безпределенно возобновляемую зеленую энергию. Она, конечно, нужна. Но она имеет ряд существенных недостатков. Это, конечно, и Земля, которую они занимают, очень большая, и их зависимость от погодных условий, также и переработка их использованных материалов тоже определенный момент сложности. Но в то же время атомная энергетика, почему я хочу сказать, она конкурентна и перспективна. Это, во-первых, она соединяет в себе самое большое, максимально возможное количество научных, технологических, инженерных, управленческих, экологических, законодательных решений, которые вообще мировое общество, национальное общество развивают, создают. То есть это самая такая комплексная, энергоемкая программа энергетическая. И, во-вторых, она позволяет на небольшой территории максимально надежно, устойчиво, в режиме базовой нагрузки, поддерживать устойчивые энергосети. А это крайне важно для промышленности, это крайне важно даже для больших городов, где есть больницы, аэропорты, система безопасности. И в этом отношении атомная энергетика и закладывающийся в ней сейчас научный потенциал, во многом это также, например, быстрые реакторы, которые Россия развивает, развивает замыкание цикла, топливного цикла, переработка топлива. Очень обширные кадровые программы, в том числе международные, где, например, дети в наших Атомградах, закрытых городах, городах-спутниках АЭС, они уже с детства начинают не только через семью, не только через автокет родителей и их друзей, но и учителей со школы начинают изучать физику. И вот эти вот кадровые ресурсы, их воспитания, их обучения непрерывные, я бы даже сказал, потому что, чтобы сейчас обучить атомного специалиста, тут навык не только устойчивая государственная система, не только устойчивая энергетическая система, но и устойчивая образовательная система, где понятны мотивации, понятны перспективы, чтобы наша отрасль, энергетическая, в первую очередь, отрасль была какой-нибудь способной и с бизнесом, и с другими отраслями. Ну вот вы столько много сейчас рассказали, я позволю себе вот несколько уточняющих вопросов по нескольким позициям. Ну, во-первых, если сравнивать, вот вы упомянули о конкурентности или конкурентоспособности, я чуть-чуть перефразирую, атомной энергетике по сравнению с другими видами генерации. Если сравнивать с той самой зеленой, такой популярной, такой красивой, в конце концов, да, ну, ее же еще так изображают всегда, очень весело и привлекательно, надо отдать должное. Ну вот, с точки зрения устойчивости энергосистемы, вот, если, допустим, говорить, ну, не знаю, что стали развивать тоже Германия, ветряки, насколько вот это комплекс вот этих вот станций, он как раз-таки льет правильную воду на правильную мельницу устойчивости энергосистемы. Ведь ветряк, он же производит энергию в моменте, ее надо где-то аккумулировать, правильно? Ну, это я так по-простому рассуждаю, очень. Потом далее распределять уже по потребителям и так далее, и так далее, это тоже непростые вопросы все. Вот с этой точки зрения, насколько атомная энергетика выгоднее, с точки зрения, опять же, повторюсь, устойчивости всей системы? Вот вы заметили интересный момент про аккумулирование, и как раз сейчас очень активно развиваются системы накопления энергии, хранения энергии. Это не только литий-ионные ячейки, батареи, но и появляются новые технологии, и гравитационные, и гидро, где, например, днем идет накопление энергии, а вечером ее устойчивая отдача, или наоборот. Например, атомные станции тоже развивают данное направление, дополнительные накопители энергии. Например, проект Билла Гейтса, его же высокосолевой реактор быстрый, у него как раз внедрена система хранения накопления энергии дополнительной, которая может динамично маневрируя мощностью выдавать дополнительную электроэнергию в сеть по мере ее необходимости. И там используется для хранения энергии солевой расплав, который потом вновь преобразуется. По сути, это такая огромная-огромная батарейка в виде озера какого-то. С реактором внутри. Реактор, который постоянно питает не только сеть, но и излишки питает в эту систему накопления. Возобновление энергетики тоже развивает эти технологии, но они дорогие на этот момент. И получается, что помимо того, что этот реактор должен вырабатывать электроэнергию в моменте, выдавать ее прямо в сеть, дополнительное ее накопление в таких вот аккумуляторах это дополнительная стоимость, их тоже надо перерабатывать. И может быть, это излишнее с точки зрения длительного развития энергетики, энергетических систем. Может быть, это еще один лишний модуль, момент. Но тем не менее, заподобная энергетика однозначно развивается сейчас, она очень мощно развивается, цены падают на ресурсы и на сами технологии. Но в то же время, это, по моему личному мнению, это определенное недлагосрочное решение, которое, да, оно хорошо для определенных регионов, определенных мест, там, север, там, где хорошие ветра, там, в морях, в горах. Или вот, например, в Старопольском крае, очень много построил тоже, Русатом уже более 1 гигаватта мощности ветряков на юге России построил, и даже за рубежом сейчас тоже начинают строить. Но, если говорить про долгосрочную стратегию, она включает в себя и ограниченность ископаемого топлива, и требования промышленности и больших городов, а там требования огромные, мощности, мы, по прогнозам того же Международного агентства, потребности в электроэнергии вырастут чуть ли не в три раза в ближайшие 30-40 лет, даже может быть и раньше, потому что вводятся современные дата-центры, идет, я уже не говорю про майнинг, но наша цивилизация, наше общество становится все более энергиемким, и потребуется просто колоссальное количество энергии, и уголь, нефть, газ, мы знаем вокруг них очень сложная геополитическая обстановка, большие затраты на логистику, чтобы транспортировать и по трубопроводам, и железнодорожный транспорт, это большая существенная стоимость, это логистика, вот, и в то же время, в то же время технологии атомной энергетики, они позволяют уже в ближайшем, надеюсь, будущем массово внедрить вот такое локализованное не только производство этой энергии, но и переработку там же на месте топлива, формирование нового свежего топлива, в этих реакторах, быстрых реакторах нарабатывается дополнительный плутоний, который вновь может быть использован, да, вот это такая концепция вечного двигателя, который все больше и больше будет. Ну, это вы сейчас о тех самых реакторах на быстрых нейтронах, я обязательно еще о них спрошу, вот вы опять же упомянули о том, что сама тема, она дает развитие не только ведь энергетики, но и очень много всему, ну, наверное, можно даже глобально говорить, вот если, я позволю себе буквально выдержку короткую из меморандума, который подписали правительство Белоруссии и Россий, ну, если кто-то не знает, Белоруссии введена в строй и эксплуатируется белорусская атомная электростанция в районе города Островца, значит, вот, и буквально в начале этого года подписали в Белоруссии и России меморандум о стратегическом сотрудничестве в области использования атомной энергетики, так вот, там не только про энергетику, вот я буквально зачитаю, это а, создание многоцелевого исследовательского реактора, это уже научные исследования абсолютно, которые не только о том, как и где мы сегодня будем заряжать там свой телефон или там, не знаю, или электромобиль, комплекс лабораторий, многофункциональный центр облучения ядерной медицины, что тоже очень важно, несколько отдельных элементов, формирующих в совокупности центры ядерных исследований и технологий, то есть, это научный центр огромный, ну, не знаю, насколько он там огромный, не огромный, все это относительно, да, но сам факт, вот, среди других, медицинское оборудование, цифровизация, телекоммуникационные технологии, модернизация промышленных предприятий, роботизация, аддитивные технологии и композитные материалы, и все вот это вот, ну, об этом бы не шла речь, ну, если применительно к Беларуси говорить, если бы не появилась та самая белорусская атомная станция, так получается? Да, еще к вашему списку надо добавить электромобилей и зарядную инфраструктуру, только как раз на Атомэкспо было подписано ряд соглашений с Беларусью, где требуют, где Беларусатом вместе будет развивать и производство местное, и для электротранспорта, в том числе городского электротранспорта. Да, безусловно, атомная станция стала, два блока, стала таким эпицентром научно-технологически-промышленного инновационного сотрудничества наших союзных стран, и в то же время, в то же время в Беларуси уже была достаточно развитая научная инфраструктура, вот институт Сосны, еще в советское время задействован в ряде уникальнейших проектов, это и транспортабельные АЭС, это и система переработки топлива и оборудования, то есть в Беларуси была, есть и развивается своя ядерная атомная школа, инженерная и научная, и белорусские специалисты регулярно приезжают, участвуют практически во всех конференциях, мероприятиях, я регулярно встречаю коллег, и тот спектр услуг, задач, которые сейчас стоят обозначены перед двумя странами, они действительно очень перспективны, конечно, это ядерная медицина и строительство циклотрона в Беларуси, где можно будет производить быстро, оперативно современные радиофарм препараты, лечение рака, диагностики, это крайне перспективное, нужное, актуальное направление, потому что сейчас ядерная медицина выходит на новый уровень, благодаря последним разработкам, и я очень надеюсь, лечение рака будет более легким, быстрым, безболезненным. Также центр стерилизации радиационной технологии тоже важен для сельского хозяйства, когда сельскохозяйственную продукцию можно будет стерилизовать безопасно, что сохранит и количество, и качество, и на длительное время, она может быть дальше использована очень хорошо для сельского хозяйства. Также для стерилизации медицинских изделий вот такие центры могут выполнять очень экономически выгодные, предлагать решения. Ну и, конечно, исследовательский реактор, который является таким научным, действительно, научным элементом, он много важен для материаловедения, для изучения новых видов материалов, новых видов топлива, и, конечно, обучения студентов. То есть очень много наших атомщиков, ядерщиков, еще даже в советское время учились на самых разных исследовательских реакторах, которые Советский Союз и СССР построили во многих странах. Они были и в Африке, и на Ближнем Востоке, и даже в Кубе, и в Латинской Америке. И вот эти исследовательские реакторы, они служат как-то прекрасной научной школой для обучения будущих специалистов, в том числе и управления большими реакторами. И это интереснейший проект, потому что все исследовательские реакторы, они абсолютно уникальны, и каждый имеет какую-то свою особенность. А что касается Института Сосны, я просто позволю себе похвастаться немножко. Да, он действительно у нас давно существует, и стал правоприемником Института ядерной энергетики Академии наук БССР еще. И вот чем он интересен? Ну, во-первых, личностью первого директора Академик Красин, который стоял собственно у истоков создания первой АЭС в мире в Обнинске. И был награжден Ленинской премией, насколько я помню, там, за это все. Вот, и тут приехал в Беларусь и начал развивать эту тему. 85-й год. Первая в мире передвижная атомная электростанция Памир электрической мощностью 630 киловатт. Вроде немного, но она передвижная. То есть в этом-то основная заслуга. Это было первое в мире вот такое проект такого рода. Это был прототип, но абсолютно уникальнейший проект. То есть он был на гусеницах, и получается, что его можно было развернуть в условиях окрайнего севера, любые задачи определенные. И в данный момент микрореакторы, то, что сейчас называют, до 10 мегаватт, микрореакторы, и в данный момент эту технологию пытаются коммерциализировать ряд стран. Это даже министерство обороны США, Пентагон заказало двух компаний разработку таких очень похожих микрореакторов, но они более контейнерные. Япония, Нижняя Корея, также сейчас вновь пытаются вознобить вот эти вот транспортальные... Так вот 40 лет назад, 40 лет назад в Минске такое уже придумали и более того запустили. То есть пробный вариант уже был. И там можно было и на гусеницах, можно было и на поезде, но вы представляете, да, там город небольшой подъезжает на поезде вот этот вот реактор и просто закрывает потребности этого города в электроэнергии просто вот так по щелчку. Но что еще добавить к этому, я просто не знаю. Была создана технология, а вот как ее коммерциализировать, сделать ее масштабной и соответствующей всем современным требованиям законодательства надзорных органов традиционной безопасности традиционного контроля. Вот эти вот тоже актуальные задачи. На примере малых АЭС того же Росатома и даже микрореактора, который он планирует строить на севере, у этих технологий будут уже существенно меньшие требования по той же защитной зоне, по количеству персонала. Очень многие компоненты будут делаться серийно на заводах и, например, на месте собираться, модульное строительство. То есть тот задел, который 40 лет назад создала Беларусь, Сосны, теперь современная задача это все переложить на современные рельсы, современное законодательство, надзор, надзор и попробовать сделать какие-то такие серийные модульные проекты. Но опять же, это более нишевые темы для каких-то локальных задач. Но в перспективе это может быть очень интересное решение. особенно для Российской Федерации с ее безумными расстояниями и со сложными условиями действительно очень ведь много очень важных, в том числе промышленных объектов и объектов добычи тех же углеводородов пока еще. А я думаю, что ближайшие десятилетия мы все равно никуда от них не денемся. Какие-то десятилетия, если не столетия, тут еще никто толком не знает. Оценки разные. То есть там тоже нужна энергия. А тут пожалуйста энергия может просто приехать к вам. Ее не надо тянуть с эти лэпы и так далее. Очень много всего связано. Да, вот я позволю себе секундочку такой рекламы Росатома. Да, действительно, Норильский никель уже планирует обсуждать по крайней мере с Росатомом строительство малой модуль на С. Это на реакторах, которые ранее использовались на поводных лодках и ледоколах. РИТМ. Это интереснейшее решение. Росатом уже строит малой С в Якутии для добычи золота, полезных skypime. И также для снабжения Баимской горнорудной зоны на Чукотке было выбрано решение строительства четырех плавучих энергоблоков взамен предложенных газовых электростанций. Было открытый тендер, там участвовали продолжения с газовой отрасли. И как раз директор этой Баимской горнорудной компании, когда он объясняет, почему было принято решение об использовании четырех плавучих энергоблоков на Крайнем Севере, сказал, что это чисто экономические показатели. То, что они могут надежно просчитать на 60 лет топливную составляющую, и строительство, и эксплуатацию, и все предельно понятно. И получается, что по финансам вот эти плавучие энергоблоки оказываются намного выгоднее, чем строительство той же газовой электростанции в условиях Крайнего Севера, в портах. И мир потихоньку меняется, новые технологии, которые даже не мог представить, выплывают с заводов и спокойно транспортируются к месту те плавучие энергоблоки. Тоже такой пример, когда можно не на гусених и не на поезде привезти, а они спокойно по морю по океану пройдут до своей точки. Ну, подводная лодка же ходит по океану, почему? Она же носит... По сути, она то же самое делает, она носит этот реактор из точки А в точку Б, а уже где точка Б, это уже как решить, что называется. Вот, французы решили продолжить тему поводных лодок, их использование как энергетических марш реакторов. И у них есть проект, развивается, это как раз использование таких подводных лодок с реакторами для энергопитания объектов на Земле. При этом все. Очень главный момент, о котором думают все, когда возникает вопрос, и мы с этого начали, это, собственно, нашу беседу, вопрос безопасности. И вопрос, когда все понятно с ней, тогда вот и фобии эти, они сами со мной отпадают. Вот сейчас, ну, опять же, я беру подбелорусский, потому что рядом, там построена станция с двумя реакторами ВВР, водно-водяные, да, и, ну, во всяком случае, официальная информация, которая дается о безопасности и на сайте станции, да и не только, говорит о том, что это, ну, самые современные с точки зрения безопасности реакторы выдерживают там и падение самолета, если вдруг, не дай бог, что сверху, и чего только они там не выдерживают. Землетрясения, не дай бог, конечно же, площадки тоже тщательно выбираются под строительство станции, они должны быть весьма устойчивы и так далее, но даже если вдруг, то она тоже должна выдержать и, в общем-то, чтобы не повторился у нас, условно говоря, Чернобыльский опыт или там опыт японский, Фукусима, пожалуйста, вам, то есть, в чем особенность вот именно этих ВВР, почему о них можно так смело говорить, что они безопасны? Во-первых, у них прекрасный опыт многолетней многочасовой эксплуатации, то есть, эти реакторы доказали себя как такие прекрасные рабочие лошадки, вокруг них создана целая инфраструктура с почки поставок разной продукции, производителей, то есть, это реактор, который серийно развивался, его много где уже построено, был нагробен богатейший опыт эксплуатации, техническая документация вся, так сказать, в том числе на русском языке доступна, понятно, и с этой точки зрения это проверенное решение, которое позволяет известных угроз, известных нам сейчас опасностей, практически гарантировать безопасную эксплуатацию. в то же время безопасность это непрерывный процесс, в котором есть множество самых разных факторов, это и физическая защита, и вот то, что мы сейчас видим в соседней Украине, такие моменты международной безопасности. Военной безопасности, давайте называть ВИЧи своими именами, то есть там станция находится в зоне боевых действий, и это, кстати, тоже очень важная тема, что есть станция в зоне боевых действий. Фактор повышенной опасности вроде да, но может быть это еще и страховка от необдуманных действий. Обременно сдерживание безусловно, я бы хотел сказать, что очень многое зависит от политической среды в стране и уверенности в поддержке высокотехнологичной наукоемкой продукции решений. Если, например, правительства выбирают пойти по более конъюнктурному пути, например, использование финансов и просто денег и покупки доступной энергии, покупки с рынка доступных решений, как, например, сейчас идет ряд стран, в Европе и даже США, где рынку отдана большая часть развития энергетики, вот там в будущем могут быть определенные сложности, определенные моменты, потому что вот на примере наших стран государство выполняет очень большую роль в социальной политике, то есть в этих городах прекрасная медицина, прекрасное образование, стадионы, бассейны, здоровый образ жизни, превентивная медицина, я бы даже сказал, вот, то есть там и, конечно, образование, вот эта вот роль государства и надзорных органов как, наверное, главного элемента безопасности, безопасной эксплуатации атомных станций очень-очень важна, потому что я считаю, что политическое руководство должно, так сказать, не только присутствовать, но должно постоянно поддерживать, понимать, в чем важность и перспективность этих технологий, и потому что в будущем, по-моему, эти технологии будущим поколениям дадут новые решения, которых сейчас пока нет, но которые им значительно облегчат их жизнь и их энергетику, что тоже важно, потому что сейчас даже в некоторых странах энергетические отрасли начинают сворачиваться из-за недостатка инвестиций, государственной поддержки, проблем вообще в стране, в экономике, поэтому вот активнейшая роль государства, их присутствие, инвестиции, целевые программы, поддержка студентов, молодежи, вот это вот, наверное, самое главное в безопасности, чтобы чувствовалась связь энергетиков, промышленности и государства. Но вот насколько велик риск при подобном подходе, когда вот финансы начинают решать, когда появляется такая превалирующая точка зрения, что зачем самим это делать, самим вкладываться в разработки, в обучение студентов, в инфраструктуру и так далее, и так далее, когда проще просто действительно, наверное, купить в моменте, не задумываясь о будущем. Но ведь велик же риск потерять компетенции даже в тех странах, которые когда-то ими обладали. Вот мы уже говорили о Германии. Да, пока еще очень многие системы, которые там есть, они пользуются авторитетными. Где-то этот авторитет возможно еще тянется просто шлейфом с того времени. на поверку каков он уже вопросы. Ведь риск потерять просто школу это самое страшное на мой взгляд в этот момент. Ну в этом деле во всяком случае. Да, и мы это уже видим во многих странах, например, Италия, отказавшись от энергетики в 80-х годах. Они тоже имели прогрессивную перспективную программу, но практически потеряли все свои компетенции. Это случилось и в ряде других стран. Да, и конечно вот идея, что можно просто все купить и тебе все приедут, построят и поставят, это возможно эта идея останется уже в прошлом. В мире сейчас действительно нужны длительные сотрудничества и длительные решения на долгосрочную перспективу, потому что современные автористанции уже строятся на период 80-100 лет и выше. Например, та же станция Акуил, то есть 60-80, 100 лет и больше может эксплуатироваться. И это уже гарантирует те новые материалы, которые были созданы и для самого реактора, и для всей вспомогательной инфраструктуры. И тут действительно нужны системные решения со школой, школой науки, инженерной школой, химические технологии, оппозитные материалы. Весь тот спектр соглашений, которые Россия и Беларусь развивают, это все будет нужно для строительства новых и перспективных атомных станций будущего. Ну и, как выясняется, не только для развития очень многих отраслей науки, которые либо прямо вытекают из этого, либо так или иначе смежные, те же новые материалы. Вроде как они нужны для станций, которые должны прослужить сто лет, но никто же не говорит, что их больше нельзя использовать. Ну, так уже есть. Упрощенно. Вопрос о компетенциях и важности их сохранения и развития, ну, если, в принципе, думать о том, как в этой теме оставаться или развивать ее. Ведь они нужны не только для того, чтобы развивать атомную энергетику, но и в обратном случае тоже. Вот у нас возле наших границ есть примеры. Да, есть трагический пример Чернобыльской атомной станции. Ну, тогда были, скажем, другие времена, 40 лет уже почти прошло, и многому она нас научила эта авария. Нет худа без добра, что называется, в данном случае, хотя экономический ущерб, вот то, что, во всяком случае, не знаю, насколько он точно посчитан, тут точно, наверное, невозможно. Но с момента аварии, например, Беларусь оценивает ущерб более 220 миллиардов долларов. так, там, четверть лесов, например, было загрязнено и так далее. Но вместе с тем, да, как-то со временем стали хотя бы понимать, что с этим делать. И это уже здорово. как возвращать земли в сельхоз оборот, ну, и многое-многое другое. В том числе и наука какое-то развитие получила свое. Но на севере у нас еще одна станция, которая, слава богу, она, там не было таких трагических событий, но ее решили закрыть. И тут как раз под действием политической конъюнктуры. Литва, когда захотела в ЕС, ей поставили жесткое условие, вы закрываете свою Игнолинскую станцию. И она сейчас находится в процессе закрытия. Если не ошибаюсь, к 39-му году ее должны полностью как-то остановить. Но вот компетенции обладают Литва теми компетенциями, которые необходимы для этого в полной мере. Ведь когда строилась АЭС, это 70-е годы еще прошлого столетия, ведь это были компетенции всего Советского Союза, на секундочку, а не маленькой сегодняшней Литвы. И тогда можно было как-то более уверенно на это смотреть. Сейчас, честно говоря, этот процесс вызывает опасения, тем более, что он не сильно прозрачный. Более того, на Игнолинской АЭС был построен самый передовой, самый прогрессивный энергоблок РБМК. Это было самое, наверное, прогрессивное строительство в советское время. Были вложены колоссальные ресурсы, и эта станция должна была еще работать. Ну, как и все более-менее работы РБМК, которые сейчас тоже закрываются у нас в России, вот до текущего момента. 45 лет эксплуатации с возможностью проведения до 60 лет. Евросоюз сейчас финансирует вывоз эксплуатации и демонтаж. Там строится могильник, отходы приводятся к требованиям под их начательное захоронение. Там был ряд коррупционных вопросов в течение последних 10-15 лет. И компании, которые этим занимаются, они преимущественно европейские, те же немецкие, потому что в Германии идут сейчас большие процессы по демонтажу, эксплуатации, и они компетенции, которые они развивают у себя, тоже стараются принести в Литву. Там даже участвует российская компания, вернее, уже бывшая российская компания, наверное, по-моему, она сейчас вернулась к немцам, Нюкем, которая как раз проектирует комплексы переработки отходов, их кондиционирование. И этот процесс новый во многом. Сейчас в них вступают реакторы второго поколения, которые строились в 60-х, 70-х, во многих из них уже завершается их цикл эксплуатации, их продление может быть экономически дорогим, это почему ряд уже закрывается. В то же время также и продляется эксплуатация. Вот в настоящий момент вот этот рынок мировой вывод эксплуатации, он только появляется, только зарождается, он конкурентный. И, кстати, в Российской Федерации и Республике Беларусь есть соглашение в этой сфере по так называемому атомному бэкэнду, в завершающей стадии, где наши компетенции совместные будут реализовываться в проекте строительства в Беларуси геологического подземного репозитория, могильника отходов национального уровня, шпубликанского уровня. Сейчас идет процесс выбора площадки. Также наша компания ТВЭЛ, которая занимается во многом выводом эксплуатации, интегратором является для страны СНГ, также активно планирует образовательные программы в этой сфере и также ведет большую сотрудничество наших надзорных органов. Как раз по предстоящему будущему, через 60 лет и более, выводу эксплуатации, демонтажу первых двух энергоблоков АЭС. то, что сейчас атомные отрасли уже сразу предвидят эти вопросы и уже, например, современные атомные станции, в них уже закладывается их технологии разбора, демонтажа, эксплуатации, что не было сделано ранее. Ранее просто строили, варху было построить, производить электронную энергию, а что делать с этим дальше, это все было. То есть, если касаться непосредственно Игнолинской станции, она была просто построена, тогда еще не думали о том, что потом с этим делать со временем. И сейчас как раз обсуждаются проблемы для реакторов РБМК, например, тоже облаченый графит, как его безопасно утилизировать, хранить. Но на Ленинградской АЭС создан опытно-демонтационный центр по выводу эксплуатации вот сейчас первых двух блоков РБМК-1000. И там как раз отрабатываются самые разные технологии, это делается на национальном уровне с привлечением регулятора и бизнеса, и там должен быть пилотный образец, вот это Ленинградская АЭС, первые два блока, который, кстати, является одной из крупнейших в Европе также, там эти решения отрабатываются. Эти решения потом будут тиражироваться далее на все наши блоки РБМК. Вот что делается в Литве на Ленинградской АЭС, там во многом, наверное, самое экономически приемлемое решение, потому что бюджеты небольшие, Литва постоянно просят об увеличении, финансирование, снятие эксплуатации, и там, скорее всего, просто задача максимально, с точки зрения экономики, максимально дешево ее демонтировать. Что, может быть, для развития этой сферы долгосрочной может быть, не так интересно, но, тем не менее, там стоит просто задача ее разобрать, демонтировать. Просто понимаете, какая штука, если, опять же, немножко к нашей географии привязаться, в процессе самого момента, как только возникла идея построить белорусскую атомную станцию в районе островца, но это, ну, если кто-то не очень представляет, это фактически на границе с Литвой, точно так же, как и Игнолинская, это стоит в 15 километрах от границы с Белоруссией. И вообще, если уже так углубиться в историю, то я, например, беседовал с людьми, которые, ну, из того времени, и вообще, очень интересный момент. когда-то, когда-то руководство Союза решало, а где же ставить станцию? На территории Белоруссии хотели изначально, но тогдашнее белорусское советское руководство всячески противилось. И, ну, в общем-то, устали вот это сопротивление ломать, поставили просто на территории Литвы в 15 километрах, ну, по сути, с точки зрения Союза, это, считаешь, в одном месте, но сейчас получилось, что это уже в разных государствах. Еще тогда она могла быть белорусской, эта станция. Вот, так к чему я? Когда только решили строить все-таки белорусскую атомную станцию, именно Литва, именно Литва обвиняла, ну, во всех, наверное, возможных и невозможных грехах белорусскую сторону, в том плане, что уже заранее говорили, что станция будет небезопасна, она несет огромную угрозу для, в первую очередь, Литвы и вообще для всего региона Европы. И инспекции МАГАТЭ, они просто, ну, не вылезали, можно сказать, со всех этапов строительства этой станции. И до сих пор станция открыта, даже можно сейчас зайти на сайт и записаться по открытому телефону на бесплатную экскурсию, пожалуйста, вот прямо сейчас это можно сделать, если кто-то вот хочет. То есть, там максимально прозрачно. Но, что касается закрытия Игналины, то, то здесь вот у нас уже теперь вопросы, понимаете? Потому, как процессы действительно непрозрачные и много действительно коррупционных скандалов, связанных с выделением, освоением этих денег, это сотни миллионов евро на эти все процессы. Когда-то был там город ядерщиков, Висагинос, его сейчас нет. То есть, были люди, специалисты, которые понимали вообще, что с этим делать. Их нету сейчас. Где они? Кто-то, кстати, переехал работать в Островец, но, ну, точно не все, но вот этого вот кластера научного, инженерного, его сейчас в Литве, нет. И вот поэтому возникают у нас уже вопросы, а способны ли они вообще сделать так, чтобы довести до состояния зеленой лужайки, где можно играть детям. Вот. Какие вопросы? Да, там очень много опирается в экономику и финансовые ресурсы, о чем постоянно заявляет Литва в своем общении с Евросоюзом. Постоянно просят об увеличении средств, вот. И в то же время Евросоюз там внедряет свои технологии, свои решения вот по тем же могильникам, по рейтин отходам. Но и самое интересное, то, что ряд стран Прибалтики, в том числе Эстония, например, активно планирует строительство новых атомных мощностей. Ну, уже малые реакторы, с увеличением канадских, американских партнеров, европейских. Но сейчас там вновь заговорили о том, что они хотят иметь собственную энергосистему, даже хотят экспортировать электроэнергию. И в свете последних, так сказать, саммитов климатических и в Глазго, и в Абудави, и в Абудави, и в Дубае. Тема декарбонизации в Евросоюзе становится все более актуальной. И получается, что эти малые модульные реакторы, которые хочет, например, Эстония построить, они будут соответствовать этим критериям зеленой энергетики Евросоюза, получат финансирование, получат инвестиции, гарантии для бизнеса, для промышленности. И получается такой разворот в одно время, что одна сторона говорит о небезопасности, о небезопасном электричестве, так сказать, о грязном электричестве, в основе, которые производят атомные электростанции. В то же время эти же страны сами планируют строительство новых мощностей по проектам, которые только пока во многом еще на бумаге, которых еще нет прототипов, которые только-только стараются привлечь к себе внимание. Но вот тоже будет плотная площадка в Эстонии очень активно в фильме «Энергия» работает над таким проектом. Ну, то есть, видите, тема сама, вот мы начали с того, вот уже снова возвращаясь к началу нашего разговора, что она окутана всякими фобиями, и многие этим пользуются. Где-то политическая конъюнктура начинает рулить, и люди пытаются политические баллы какие-то заработать себе на этом. именно пользуются тем, что, ну, много непонятного на самом деле. Ну, главное, что... Это может быть даже опасно, это может быть даже опасно, потому что вот в момент накаления страстей, например, в том же, в той же Литве выдавали таблетки от йода. Это как бы вот, это было в новостях, в преддверии вот-вот наступающей ядерной аварии, и вот такое неразумное потребление йода слишком, оно может привести к очень плохим необратимым медицинским последствиям для населения. В этом тут тоже надо, так сказать, соблюдать, знать меру и вовремя остановиться. Безусловно, но для этого надо просто знать, да? Вот, когда человек знает, он не боится. Или спрашивать. Да, ну, или спрашивать того, кто знает. Вот поэтому я вас и спрашиваю. вот вы привели пример с йодом, ведь всю эту истерию, ведь это не просто так она на ровном месте появилась, то есть кому-то это было надо. Вот в моменте использовать где-то, чтобы набрать, чтобы победить на выборах, там, может быть, выбить какое-то дополнительное финансирование из большого бюджета ЕС на эту маленькую Литву, то есть, ну, а там уже дальше смотреть, что делать, с этими деньгами, а все ли пойдет туда, на Игнолинскую станцию, а может быть, не все. то есть, вот начинается вот такое вот все, вот это вот, не хорошее, не красивое, и все это просто выходит в заголовки, и люди читают, думают, елки-палки, а может, действительно, что-то не так. А на самом деле, с нашей стороны, то вопросов побольше будет, чем вот, Польшу вы еще не упомянули, они тоже планируют на 3, 3, больше очень много планируют, очень много. Да. у Польша, наверное, самые грандиозные планы из всех стран мира. Но тоже планируют, тоже планируют строить атомные станции, это все рядом здесь, все с нами. Потому что у них еще ни одной нету, никуда не было. У них только был советский реактор, один, Мария. Вот. Ну, посмотрите, это делают разные круги, в то время как политический, так сказать, дискурс, международный политический дискурс, он во многом требует от стран определенной риторики, определенного поведения, да, и во многом это можно понять геополитикой, но в то время запросы бизнеса, запросы промышленности, запросы образовательных кругов, научных кругов, они все подчеркивают однозначный интерес к ядерным технологиям за счет их конкурентных преимуществ и высокоемкой, высоконаучной, высокотехнологичной составляющей. И вот сейчас, например, бизнес в той же Польше, в той же Эстонии, потребители, конечные потребители, промышленные, химические гиганты, да, вот те же польские, они хотят декарбонизировать свою энергосистему, и обеспечить надежное энергоснабжение, вот устойчивое на годы вперед. Естественно, для них вот эти малые модульные реакторы, инновационные реакторы третьего, четвертого поколений, они являются крайне привлекательным решением, и сейчас польское бизнес-сообщество очень много подписало соглашений, промышленное сообщество с такими разработчиками реакторов. Вот со стороны бизнеса и промышленности однозначно вот есть поддержка к использованию атомной энергии. Но политически, политическая сторона сложна, потому что есть момент отношения сообществами, не все общество поддерживает атомную энергетику, сами политики во многом не очень хорошо разбираются в ней, и, естественно, они хотят пойти по более легкому, простому пути, но вот, тем не менее, этот диалог бизнеса, промышленности, политики, и обмен знаниями, обмен опытом, обучением, так сказать, постоянно. У нас депутаты часто приезжают на наши атомные станции, Совет Федерации, Государственная Дума очень активно, регулярно участвуют тоже. Вот глава Росатома Сергей Ильич Хахачев недавно сделал более часовой доклад по развитию атомной энергетики, то есть вот это вовлечение законодательных органов очень-очень важной политической стороны в развитии атомной индустрии. Я бы даже сказал, одной из самых главных и кадровая сторона, конечно, вот они вместе очень важны. Ну, тут все вместе важно, и вообще, вот вы уже говорили в своем, в процессе нашего разговора, что всего-то порядка 30 стран в мире сегодня эксплуатируют, я не говорю про разрабатывают, разрабатывают там вообще мало. Беларусь стала одной из новых стран вичков. Да, то есть это такой клуб, куда невозможно вступить просто так. Для этого все-таки надо иметь определенный уровень развития, ну и понимать, как это развивать дальше. То есть просто поставить, грубо говоря, приедут иностранные специалисты, построят все и уедут, так не работает. Это в любом случае интеграция полностью во все государственные системы, институты, которые есть, и их подтягивание под этот уровень, что тоже очень важно. Да, но с точки зрения экономики, вот а почем собственно мирный атом для народа? В наших странах государство оплачивает большую часть, цены на эту энергию остаются более-менее стабильными, ну и также за счет федеральных программ дополнительного финансирования инвестиций в нашей атомной возрасте может заниматься и наукой, и делать новые проекты прогрессивные, перспективные на будущее. Вот с точки зрения частной компании, например, в той же Европе и США, в меньшей степени Европе и США, они преимущественно частные корпорации и генерирующие компании, и компании-разработчики, и они, конечно, не обладают таким длинным финансовым плечом, таким длинным этапом планирования стратегического, вовлечения в национальные проекты, в национальную инфраструктуру, вот, но тем не менее изменения есть, во Франции государство национализирует, рецен национализирует их крупнейшую корпорацию Орана, бывшая Орела, что понимают, что отрасль французская, одна из самых передовых в мире, до сих пор являющаяся таковой, на последние 20 лет без существенной роли государства с такими проблемами, например, они строили блок, третий блок финской АЭС килоот крайне долго, так сказать, там и Германия тоже участвовала, огромнейшие задержки, огромнейшие перерасходы, и вот в этом отношении баланс государства, промышленников, потребителей, образовательных кругов очень-очень важен, по моему мнению, государство должно стать главным заказчиком, главным идеологом развития атомной энергетики, потому что эта страна затрагивает практически все процессы, включая и оборот, включая и международные отношения. Как мы знаем, сейчас страны очень внимательно к этому относятся. Например, Японии и их сброса третьего очищенной воды в Тихий океан очень много вопросов и внутри самой Японии, и у соседей и Южной Кореи, и Китай, и Россия, и поэтому эти моменты важны, вот именно роль государства. А стоимость есть ряд решений, на которых работает атомная отрасль. Ну, конечно, это серийное строительство, например, в Турции четыре энергоблока строятся, серия, крупнейшая стройка сейчас в мире атомная. То же самое, практически то же самое будет реализовано, можно даже больше в Египте, тоже четыре энергоблока. Это существенно позволяет экономить средства за счет таких массового капитального строительства. Потом модульные технологии, вот Китай сейчас является лидером в этой сфере, они строят, даже воображения не хватает, колоссальные огромные такие внутренние модули, компоненты реакторного здания даже, где они просто привозят эти части на площадку и быстренько все там собирают. То есть это позволяет им оптимизировать сроки строительства, уменьшить стоимость и снизить вот эту вот капитальную часть атомной энергетики, которая самая высокая. изначально надо потратить достаточно много денег на строительство, на обучение, но потом в течение 60-80-100 лет эта атомная энергетика выступает колоссальным элементом баланса системы, ее стабильности, надежности и огромное количество преимуществ она дает. Ну я вот не очень владею цифрами о других государствах, могу говорить за Беларусь, во всяком случае то, что официально публикуется. Да, я кстати в процессе разговора ошибся, 40% внутренних потребностей электроэнергии способна, ну не то, что способна, а рассчитывает Минэнерго, во всяком случае белорусские, что будет генерировать белорусская атомная электростанция. Два энергоблока 20%, и плюс еще обсуждается строительство новой АЭС у вас. Да. Поэтому может вырасти ваша цифра, она может подрасти. Она может вырасти, но тут вообще как бы такая вот эта новая АЭС это вообще может быть очень востребованным проектом. Почему? Вот мы сейчас, например, видим то, что происходит на Украине. Так или иначе кто-то участвует, кто-то свидетель, но суть. Запорожская атомная станция, будет ли она работать, не будет ли она работать, большой вопрос. Что будет с другими атомными станциями, большой вопрос. Те генерирующие мощности привычные, скажем так, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, мы видим, что сейчас с ними происходит. и причем они уже разрушаются так, что восстановить их невозможно. Это говорят уже там даже специалисты, верящие в светлое будущее, но там его уже не видно. Так или иначе, ну, когда-то война все равно закончится, и территорию так или иначе нужно будет восстанавливать и развивать. электроэнергия понадобится и понадобится в больших количествах. И вот станция вот там на юге Беларуси, она может сыграть очень серьезную роль еще и геополитическую перспективу. Это точно, абсолютно. Ну так. Да, да, все верно, право, конечно. Как мне кажется. Если говорить о будущем не только на Украине, на территории Украины, а именно атомной энергетике. Вот сейчас все говорят об этих реакторах на быстрых нейтронах. Проект, кстати, проект был разработан белорусскими специалистами в том самом институте сосны еще в далекие годы. Но тогда только проект. Сейчас мы уже видим Белоярскую АЭС, где, собственно, началась эксплуатация. В чем суть вообще вот этой инновации и почему так много об этом говорят? Вот смотрите, есть два широко распространенных типа реакторов. Тепловые реакторы на тепловых нейтронах и реакторы на быстрых нейтронах. Вот ВВР это реактор с водой и замедлителем используется тепловые нейтроны и его изначальная и, можно сказать, конечная цель это надежная, безопасная, устойчивая, эффективная выработка максимального количества электроэнергии, где топливо используется именно для этой цели. вот такие рабочие лошадки современной атомной атомной энергетики. Быстрые реакторы, они помимо этого имеют и научные цели, и экологические цели, я чуть попозже о них расскажу, и, например, топливные цели. То есть чтобы вот эта топливная компонента, которая сейчас в эксплуатации АЭС, стоимость топлива занимает 3-5%, где-то может быть больше, где-то меньше, но это небольшая сумма, это не газовые электростанции, где там 70-80% стоимость только топлива, то есть эта стоимость низкая. И вот задача этих быстрых реакторов уже с так называемым пристанционным топливным циклом это минимизировать, крайне минимизировать эту топливную составляющую, ограниченную топливную составляющую, чтобы топливная сливая база была вообще не ограничена для атомной энергетики, чтобы вопрос топлива был снят, что остался вопрос технологий. И вот эти быстрые реакторы, они помимо выработки электроэнергии, да, да-да, безусловно двигатель, но который требует не только самого двигателя, но который требует еще небольшой инфраструктуры прямо на площадке. Это вот то, что сейчас реализовывается проект «Прорыв» в Северске, Брест, где институционно разрабатывал оборудование, до настоящего момента даже разрабатывал. И вот там задача, помимо выработки электроэнергии, научиться туда загружать такое топливо, которое потом вынимая его, его получается еще больше. То есть там идет наработка плутония, идет наработка там урана, и следующее топливо, оно уже использует предыдущие предыдущие компании, топливные компании, и туда даже российские атомщики вместе с белорусскими коллегами внедряют объединенный уран, которого достаточно много уже накоплено, то есть это отвалы, которые просто ждут своего времени, и рециклированный уран, который они выбирают из переработки топлива вот этих ВВР. то есть там задача не только энергетическая выработка энергии, там и такая научно-топливная, я бы даже сказал, и сделать это все локализованно. Вот в Северске строится реактор Бреста-300, быстрый реактор, первый в мире реактор четвертого поколения, который соответствует всем требованиям четвертого поколения, включая экологическую компоненту, экологическую безопасность. там строится модуль по фабрикации и рефабрикации топлива, где топливо будет, этот реактор прямо на месте изготавливаться. Сейчас есть топливные заводы, вот у нас есть в Электростале, в Новосибирске большие топливные заводы, вот там это будет все делаться на одной площадке. И экологические требования, чтобы этот реактор, быстрые реакторы не приносили больше радиоактивности в природу, в мир в период своей эксплуатации. То есть более того, эти реакторы будут способны дожигать так называемые очень вредные минорные актиниды, актинии, нитунии и другие, которые пока человечество не знает, что с ними делать. Их период полораспада крайне длителен. Для них требуются специальные условия для хранения, изоляции. И чтобы нам их не захоранивать Землю на тысячи лет, вот эти минорные актиниды, они также будут дожигаться, использоваться в этом топливе. То есть этот быстрый энергокомплекс с реакторами на быстрых нейтронах и претензионным топливным циклом, они решают ряд экологических, научных, энергетических задач. И это крайне прогрессивное решение, прогрессивная психология, на которую смотрит весь мир. И мы, конечно, очень гордимся этим проектом и всячески и наблюдаем. То есть еще раз, на всякий случай, для себя и для всех, кто нас смотрит, проговорю. То есть помимо того, что эти реакторы вырабатывают энергию, как уже, в общем-то, привычные нам атомные реакторы, они могут вот всю выработку из тех атомных станций, которые работают сейчас, в себя загрузить и жить на этом вечно фактически. Они часть возьмут часть регенерирования уран и вот эти минорные актиниды. Они возьмут и хорошую часть, и плохую от использованного в ОБРах, в тепловых реакторах топлива и более того, более важный момент это то, что топливо будет создаваться, нарабатываться в этих быстрых реакторах. То есть в итоге будет выходить больше топлива в процессе ядерных транспутаций, ядерных реакций, превращения одних радиотопов в другие. То есть они будут даже генерировать топливо для будущих реакторов. Больше задавать топливо, чем у него будет загружено. Вы же понимаете, что тот, кто будет владеть этой технологией совершенствия, он может владеть миром? К этому идут ряд стран. Китай к этому идет, Япония к этому шла, она остановила, Франция активно развивала и переработку, и развивает. Франция является лидером в переработке АЯТ, широкомасштабных коммерческих реакторов. А вот быстрые реакторы, не только реакторы, но и комплекс вокруг них, топливный комплекс, вот это, конечно, да, большой-большой задел. Китай не озвучивает во многом свои планы в этой сфере, но они однозначно есть, они тоже строят свои быстрые реакторы, они строят еще и серию других разных реакторов, и у них тоже очень большая ставка идет на вот это вот замыкание топливного цикла, чтобы мы в принципе перестали мучить планету, что-то в ней копаться, извлекать, перевозить, а просто то, что уже создано и то топливо, которое уже наработано, что мы по крайней мере с тем, что вот уже в данный момент после 70-80 лет появления атомной энергетики мирной, чтобы мы научились по крайней мере работать уже с тем, что мы уже сделали. И природу как можно меньше утрогали. Ну что ж, это действительно светлое будущее. И очень радостно, что и российские, и белорусские ученые вместе действительно активно работают над тем, чтобы это светлое будущее как можно быстрее наступило. В общем-то, уже наступило, но пока в отдельно взятых локациях, чтобы как-то этот опыт распространился максимально шире. Спасибо вам огромное за этот разговор. Юрий, большое вам спасибо за интерес к атомной отрасли. Ну, она сама подталкивает к тому, чтобы интересоваться, потому как жизнь говорит о том, что без нее будет сложно. Но если еще в нашей с вами жизни, я думаю, мы не сильно это почувствуем, то уже как минимум дети и внуки точно, им точно нужно будет в деталях понимать, как это все происходит, чтобы они боятся. Воздух уже стал чище. Вы согласны с этим, что воздух с появлением атомной электростанции должен стать чище, потому что меньше выбросов в атмосферу практически нет. Это замена в угольный топ газовой генерации. То есть уже есть прямые эффекты, что воздух и заболевания, связанные с загрязнением воздуха, они должны снизиться. Вот первый эффект светлого будущего. Ну вот и к этому, к вашим словам у меня есть даже цифра, опять же, на основе белорусских данных. За счет работы БелАЭС, это распространение, это официальные данные Минэнерго, выбросы парниковых газов сократились более чем на 9 миллионов тонн. 9 миллионов тонн. Это только в маленькой, ну ладно, не в маленькой, в среднем, в среднем по размеру государства Беларуси. Я представляю, что это в рамках планеты. Да. Да. Так что есть над чем работать. Спасибо еще раз большое, удачи вам. Спасибо большое, Юрий, вам тоже. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok